Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи начала работу новая общественная организация. Она дала надежду на решение жилищного вопроса обманутым покупателям недвижимости. Принять план внешнего управления и достраивать дома. Кредиторам компании Ида озвучили возможные пути выхода из кризисной ситуации. Россия – идеи для путешествий. Выставка с таким названием открылась сегодня в Сочи. Кто лучше, кто ярче, кто необычнее. В Адлере проходит отборочный этап на чемпионат мира по фейерверкам. В Сочи начала работу новая общественная организация, которая может дать надежду на решение жилищного вопроса обманутым покупателям недвижимости. По неофициальным данным, в Сочи около двух тысяч человек попались на уловки застройщиков, которые на словах предлагали им якобы легальное жилье, но на деле люди получили лишь бетонные коробки. В большинстве случаев эти строения признаны судами незаконными и подлежащими сносу. Наши движения не собираются их легализовать. Это будет работать большая комиссия рабочей группы при прокуратуре, при администрации. Там будут участвовать и архитекторы, и все люди. Во-первых, это все будет делаться только по решению суда, законным решениям. Поэтому сейчас государство дает возможность и сделало новые изменения в законопроект для того, чтобы это было сделать возможным. В общественном движении будут идти двумя путями. Во-первых, помогать собственникам приводить их нелегально возведенные здания в соответствии с требованиями закона. Во-вторых, добиваться от застройщика возврата уплаченных ему средств, если эксперты будут настаивать на сносе. В общественном движении подчеркивают, что готовы бесплатно помогать обманутым покупателям лишь в тех домах, которые были возведены до изменений в строительном законодательстве. Напомню, они вступили в силу в начале августа этого года. Принять план внешнего управления и достраивать дома. Кредиторам общества с ограниченной ответственностью Ида озвучили возможные пути выхода из кризисной ситуации, которые помогут статус обманутых дольщиков сменить на собственников квартир. Встреча состоялась по инициативе администрации города. Помощь потерпевшей стороне предложил глава Сочи Анатолий Пахомов. Объекты компании Ида, в отличие от других проблемных объектов Сочи, разбросаны по разным улицам. На Пасечной, Виноградной, Гагарина и Санаторной. Разная у этих домов и степень готовности не сходится и мнение дольщиков. Разобщенность привела к тому, что кредиторы в течение двух лет не могли выбрать внешнего управляющего и организовать встречу дольщиков. В итоге специалиста, который взял на себя управление делами предприятия банкрота, назначил арбитражный суд Краснодарского края. А собрание организовала администрация города. И оно стало первым, где собрался кворум, позволяющий принимать решения. Первое, что нужно принять обманутым дольщикам, это план внешнего управления. Затем создать кооперативы, чтобы получить техусловия для проведения и подключения коммуникаций. Для решения этой проблемы глава города пригласил на встречу руководителей основных предприятий жизнеобеспечения курорта. Честно говоря, не наши полномочия. Я подключился, чтобы вы были уверены в том, что если вы сегодня примете внешнее управление, примете план внешнего управления, создадите кооперативы, то мы вместе с нашими руководителями предприятий жизнеобеспечения будем оказывать вам содействие. Содействие это, я бы понимал так, что сети, как я сделал по ЖК Москва, что сети будут подключать, не вы не нанимаете никого, а вот если это вода, то будет водоканал подключать, потому что они принимают. Если это газ, то это пусть Гургаз будет подрядчиком. Могу вот еще раз сказать, что мы обязуемся оказать полное содействие в подключении к сетям. У объекта масса проблем, в том числе двойные и даже тройные продажи. Администрация города готова помочь потерпевшим гражданам и в юридическом сопровождении. У кредиторов есть возможность зарегистрировать право собственности, но для решения проблем нужен кооператив и его председатель. Единственный на сегодняшний день способ выйти как-то из сложившейся ситуации. Я вижу, что за последние два года все-таки были сделаны большие подвижки со стороны администрации, скажем так, навстречу людям. Во многом люди, конечно, сами виноваты в том, что они не могут самоорганизоваться, не могут договориться между собой. В этом, конечно, большая сложность. Но еще раз хочу поблагодарить администрацию за то, что они нас собрали. Наконец-то состоялся кворум сегодня. И, надеюсь, сегодня будет принято решение по результатам голосования, которое всех устроит. В итоге план внешнего управления все же был принят. Как оказалось, кредиторы прыгнули в последний вагон. Буквально через три месяца объект мог перейти в процедуру конкурсного производства. И грозила это потеря имущества. Ну а пока у людей есть все шансы сменить статус обманутых дольщиков на собственников. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Около 200 государственных и 10 тысяч муниципальных услуг сейчас оказывают в региональных МФЦ. Сегодня их деятельность обсудили на совещании у губернатора Вениамина Кондратьева. В этом году была проведена масштабная реорганизация. Все многофункциональные центры на Кубани стали единой краевой структурой. Сделали это для того, чтобы повысить качество предоставляемых услуг. Как отметил глава региона, в целом этот процесс прошел успешно. Об этом говорят и результаты опроса жителей. 98% опрошенных, респондентов сказали, что недовольны деятельностью МФЦ в тех муниципальных образованиях, где они живут. Коллеги, конечно, это такой хороший показатель. 98% из 100. Но 2% недовольны. МФЦ в больших городах, да просто в городах. Это один уровень. А вот МФЦ в отдаленных наших страницах, хуторах, поселках, там по-разному. Наша задача очень простая. Привести работу МФЦ Края к единому высокому, высочайшему стандарту. Тогда мы уберем все эти жалобы, все. И те 2%, о которых я сказал, и их не будет. То есть мы добьемся 100% одобрения жителями края работы МФЦ. Особое внимание руководителей филиалов МФЦ Вениамин Кондратьев обратил на принцип экстерриториальности. То есть жители края имеют право обратиться в любое подразделение многофункционального центра, вне зависимости от места прописки. Кроме того, по поручению губернатора Кубани увеличат перечень услуг для малого и среднего бизнеса. В Сочи впервые утвержден тариф на техническую воду. Он принят управлением цены тарифов администрации города и вступил в законную силу. Составляет 23 рубля 34 копейки за кубометр. Таким образом, потребление технической воды обойдется абонентам на 9 рублей дешевле той, которую сочинцы получают через центральный водопровод. Дело в том, что техническая вода поступает из открытых источников в ручьев или скважин и, в отличие от водопроводной, не проходит хлорирование. Она не предназначена для питья и приготовления пищи. Нововведение касается Кировского, Лыготского, Кичмайского, Салахаульского, Волковского, Молдовского и некоторых других сельских округов Сочи. Предварительно там был проведен учет локальных сетей. Их передали на баланс муниципальному водоканалу. Он будет заниматься обслуживанием и ремонтом сетей и оборудования. В ближайшее время специалисты водоканала проведут встречи с жителями. В выходные спасатели МЧС несколько раз оказывали помощь жителям и гостям Сочи. На диком пляже у санатория Ворошилова найден утонувший мужчина. Его личность устанавливается. Еще одного купальщика обнаружили живым. Хоть он и находясь под градусом, заплыл очень далеко. В воскресенье пришлось задействовать и вертолет. Помощь запросили туристы у подножья горы Фишт. В спасательный отряд поступила информация, что помощь требуется молодому туристу из Самары, который получил травму ноги. За пострадавшим вылетел вертолет. Как рассказал сам турист, во время спуска по горной тропе он поскользнулся, упал и повредил ногу. К приюту Фишт его наносил, как доставили спасатели адыгейского отряда МЧС. По предварительному диагнозу 17-летний парень получил разрыв связок. Еще на маршруте ему оказали доврачебную помощь. В течение часа пострадавший был доставлен на базу в Сочи, где его уже ожидал автомобиль скорой помощи. Представители сочинской туриндустрии стали лучшими на краевом конкурсе «Курортный Олимп». В этом году профессиональную премию в номинации «Лучший работник службы приема и размещения» завоевала Наталья Замятина из санатория Заполярье. Лучшим менеджером по выездному и внутреннему туризму стала Екатерина Дягилева из компании «Красная Поляна». А лучшим гидом Юлия Шаталина, представляющая Хостинский отдых. Теперь они будут защищать честь Краснодарского края на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии индустрии туризма», который будет проходить до 16 ноября. Номинанты покажут уровень своих знаний и выполняют творческие задания, в том числе на иностранном языке. В Краснодаре обсудили подготовку к празднованию 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. В заседании Краевого Оркомитета «Победа» провел губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона вместе с заместителями и руководителями районов обсудил, в какой атмосфере должен пройти праздник. Подробности у наших краснодарских коллег. До нашего Кубанского Дня Победы осталось меньше двух месяцев. 9 октября все в регионе должно напоминать о триумфе советских солдат на Кубани, акцентирует Вениамин Кондратьев. И пройти празднование должно на самом высоком уровне. Это касается и атмосферы, и безопасности. Глава Кубани поручил организовать медицинское и транспортное сопровождение гостей. Ветераны, а также вдовы фронтовиков, труженики тыла, пережившие оккупацию, должны вместе со всем краем отметить День освобождения. 9 октября – это наш краевой День Победы. Давайте с таким вот размахом, с должным уважением и по настоящим большим праздникам отметим этот день. Те ветераны, которые сегодня, слава богу, дожили до этого дня, должны увидеть искреннюю заботу и о них, и о тружениках тыла, и о тех, кто пережил оккупацию. Они должны быть в числе первых приглашенные на этот праздник. Поэтому об этом тоже давайте не будем забывать. И в первую очередь не форма здесь важна, а содержание. Именно содержание. Масштабный праздник пройдет в Темрюкском районе. Именно отсюда войска Северокавказского фронта отбросили противника и освободили Кубань. Сюда вражеские войска вошли в августе 1942-го. И на протяжении 13 месяцев терзали Тамань. Немецко-фашистские войска создали оборонительный рубеж «Голубая линия», который растянулся от Черного моря на правом фланге до Приазовья на левом. Это самое мощное инженерное сооружение, которое создали фашистские захватчики во времена Великой Отечественной войны. Нашим войскам удалось перехватить инициативу к лету 1943-го. Ожесточенные бои полили кровью землю региона. Нас мало осталось сейчас. Очень мало. Я имею в виду фронтовиков. Но мне кажется, если бы пришлось повторить все это дело, что со мной вот была война, все, я бы не отказался еще раз прожить жизнь. Мы, может, что-то умнее сделали, но, во всяком случае, защищать свою Родину мы бы не изменили. С таким же энтузиазмом все это сделали. Что такое фронтовой патриотизм? Это особое состояние людей. Вот они знают одно. Как бы к нему ни относились, какие бы обиды ни наносили ему, но когда пришло время защищать свою страну, эти люди забывали все. Они шли на смерть, чтобы не допустить врага вглубь нашей страны. В крае сейчас проживает 3580 человек, которые стояли на передовой и в тылу. Всем уже за 90 лет. Каждого ветерана в лицо знают и врачи, и ученики школы, главы городов и поселений. На особым контроле обеспечения жильем фронтовиков. Квадратные метры в этом году появились у 52 ветеранов. Память о тех, кто ушел из жизни, увековечили в названиях школ и улиц на их малой родине. Школу вышли с инициативой о присвоении им имен героев Отечества. Таких у нас сегодня в общей сложности 375. Эта работа будет продолжена. В конечном итоге все школы будут носить имена героев. За прошедший год, учебный год, я имею в виду, имена героев, получили еще 53 образовательных учреждения. Многие, может быть, постараются нас упрекнуть излишним патриотизмом, чтобы класс носил имя какого-то героя. И школы носили имя героев, и улицы в том числе, я говорю, хватит уже придумывать там цветочные или какие-то еще. Если бы не было героев, не было бы героев, не было бы ни классов, ни школ, ни улиц. Мы должны понимать, что в основе сегодняшней жизни беспримерный героизм нашего народа. Давайте просто об этом не забывать. Если мы будем об этом помнить, значит и наши дети, и последующие поколения тоже не то, что не будут забывать, это будет для них нормой жизни, а дать тем, кому они обязаны своей жизнью. Губернатор поручил привести в порядок памятники, мемориалы и воинские захоронения. Главы муниципалитетов отчитываются, работа идет полным ходом. На данный момент больше 1700 памятников военной истории и обелисков приведены в порядок. В сентябре будут открыты еще 32 стелы. Также в этом году было принято решение выпустить памятные медали к 75-летию освобождения Кубани. Ее должны получить все те, кто ковал победу в регионе в далеком 43-м. Каждый глава, я сейчас к коллегам, главам муниципалитетов обращаюсь, персонально будет нести ответственность за эти списки, которые вы подадите. Чтобы упасти Бог не получилось, что кто-нибудь подойдет и скажет, а мне не дали. Вот тогда хоть сквозь землю провались на самом деле. Недопустимо. Еще раз, в ручном режиме, в ручном режиме проверьте каждую фамилию, каждое имя, каждое отчество. К памятной дате 9 октября идут давно. Еще в прошлом году с Туапсинского района стартовала эстафета памяти. Символы победы, книгу славных дел и знамя передавали из района в район. Завершат акцию в Темрюке. О том, что край ожидает масштабный праздник, должны знать в самых отдаленных селах. Акцентирует внимание глав муниципалитетов губернатор. Юбилейный год победы должен остаться в памяти нынешнего поколения. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань, 24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 21 августа в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 27, 29 градусов выше нуля. Россия. Идеи для путешествий. Выставка с таким названием открылась сегодня в Сочи. Экспозиция «Всероссийская». Рассказывает она о многообразии народов и мест нашей страны, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий. Экспозицию 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей, среди которых и журналисты, и авторы публикации в National Geographic. Всего на конкурс, участником которого мог стать любой желающий, было прислано более 4000 фотографий из разных частей страны. Собрали лучшие, а именно работы, которые впечатляют. В рамках одной экспозиции эти фотографии демонстрируют единство непохожих мест, культур и укладов нашей страны. Это не просто расширяет кругозор, но и в буквальном смысле подкидывает идеи для путешествий, уверены организаторы выставки. Каждая фотография – руководство к действию, мотивация посетить то место в России, о котором человек раньше мог даже и не слышать. Об одном из таких мест рассказывает фоторабота Олега Терехова «Дух медведя». Снимок сделан в городе Кызыл в шаманском обществе. Он говорит, сейчас я проведу с тобой обряд, какие-то травки зажег, над головой, над пятками, над ладошками, чувствуешь ли тепло. Говорит, а вот теперь дух медведя, иди пообщайся, обними эту мать-медведицу, задай ей все свои вопросы, пожалуйся, попроси у нее все, что хочешь, и слушай ее внимательно, потому что она дышит. Наверное, дышала. Не знаю. Ну, как такое лицо, не захотите сфотографировать. А это Камлани на Байкале. Этот обряд снят на острове Ольхон. Кадр, признается автор, постановочный. Дождь после обряда не пошел. Итогом стали вот такие фотографии. Для меня первичная картинка в этом смысле, вот именно здесь, да? И по картинке это очень здорово выглядит, конечно. Когда у тебя какой-то такой рассветный контровой свет сзади, костер на льду с отражением, вот эта фигура шамана. Это все очень здорово просто именно по картинке. Ну, и по ощущениям от Камлани тоже, конечно, когда они начинают петь своими вот этими утробными голосами, это так внушает. Проект «Россия. Идеи для путешествий» стартовал в Москве в июле. Затем были Тюмень, Красноярск, Барнаул, Нижний Новгород. И везде фотоработы были доступны для свободного просмотра. В Сочи местом для экспозиции выбрана галерея Гранд Марина. Выставка продлится по 10 сентября. Забыть о городе и воссоединиться с природой. Сегодня для «Радуги Сочи» – это организация, которая объединяет родителей воспитывающих детей с особенностями развития – устроили бесплатную экскурсию в этнографический комплекс «Вольница». Там дети не просто приятно провели время, но и с большой пользой. Расскажет Ольга Десятого. Угостить свежей морковкой нутрию или дать попробовать гусю хрустящий сухарик. Эти дети, да наверняка и кто-то из родителей, многих животных вот так, близко, видят впервые. А покормить их с руки – это и вовсе уникальная возможность. Таким единением с природой в этнографическом комплексе «Вольница» сегодня наслаждались участники организации «Радуга Сочи». Это сообщество родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Выход в такие вот дружелюбные среды, где все понимают и по-доброму относятся к детям с особенностями развития, очень ценны. И это очень сильно сказывается на социализации детей. Каждый такой выход – это такой, знаете, драгоценный камушек в копилку. Комплекс «Вольница» раскинулся на 4 гектарах на высоте 400 метров над уровнем моря в живописнейшем уголке на Мацесте в селе Семеновка. Это место идеально для отдыха с детьми. Ну кого оставят равнодушным – чистый воздух, тихие пруды и озера с рыбой, а еще дружелюбные нутрии, домашняя птица, козы, лошади и коровы. Каждого можно покормить и погладить. По состоянию своего ребенка, по его настроению, я вижу, что ему очень здесь нравится, что он счастлив. А счастливы наши дети, счастливы и мы. И, конечно, нам такие выезды очень нужны. Познакомились дети и с обитателями местной пасеки – серыми кавказскими пчелами. Здесь добывают мед из каштана и липы. Мой старший сын испытывает очень глубокий дефицит в общении, испытывает дефицит в эмоциях, вообще во впечатлениях. И вот подобные поездки, которые нам устраивает радуга и благотворители, это на самом деле для нас как глоток свежего воздуха. Ну а финалом благотворительной экскурсии в этнографический комплекс «Вольница» стало купание в водопаде. Говорят, эта вода обладает особой живительной силой и дарит запас энергии на долгие-долгие дни. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В минувшие выходные в Сочи прошел фестиваль уличных стилей «Южная столица». Главный приз выиграл сочинский коллектив брейк-данса. В этом году помимо соревнований танцоров брейк-данса и хип-хопа прошли турниры по уличному баскетболу и воркауту, лекции о паркуре, граффити, слэк-лайну, мастер-классы в батутном центре и танцевальные мастер-классы от именитых судей. Появились и новые номинации «Armless Battle» – «В танце нельзя задействовать руки» и «Big Girl» – номинация только для девочек и девушек. Вход на фестиваль для зрителей был совершенно бесплатным. Танцоры соревновались за главные призы фестиваля в поездку и участие в финале Европейского чемпионата уличных культур во Франции. Туда по итогам турнира отправится сочинский коллектив брейк-данса «Outstanding Family». Тысячи огней озаряют Олимпийский парк. В Сочи проходит одна четвертая отборочного этапа на чемпионат мира по фейерверкам. За возможность выйти в финал и получить Кубок пиротехнического искусства приехали побороться шесть команд. На открытии побывала Татьяна Говоркова. Две стихии – вода и огонь – в ближайшие недели господствуют в Олимпийском парке. Помимо традиционного музыкально-светового шоу в чаше Олимпийского огня, невероятными красками переливается небо над парком. 17 августа стартовал второй отборочный этап на чемпионат мира фейерверков среди шести лучших российских команд из Москвы, Самары, Черкеска и Геленджика. Первый этап был в 2017-м. Тогда же и был учрежден главный трофей чемпионата – Кубок пиротехнического искусства. Сейчас мы проводим одну четвертую финала, впоследствии останется провести полуфинал и финал. Перед командами стоят две задачи. Одна из них техническая, то есть определенным количеством изделия показать максимальное точное попадание в цвета, точное попадание в сильные доли музыки и показать максимально чёткую работу пиротехнических изделий на одной высоте, с одними интервалами и с определенными режимами подачи цвета. Первая выступила московская компания и показала свой профессионализм на все сто. Три показа по пять минут, три уровня фейерверков, под разную музыку, порядка полутора тысяч пиротехнических изделий. И как итог, такого салюта в Сочи ещё не было. Я приехал из Брянска на такое прекрасное шоу. Ну, в принципе, за что все мы ожидали, конечно. Всё очень нравится. Приехали отдохнуть, а здесь ещё такое фестиваль. Нет, спасибо большое этому городу. Дай бог, чтобы турнир так проходил весело и хорошо. Пусть победит сильнейший. Нигде подобного не видела. Только по телевизору. Живую первый раз и вообще даже по телевизору не сравнится с тем, что сейчас. Шоу пройдут 24, 25 августа, 1 и 2 сентября. Качество фейерверков с художественной точки зрения оценивают профессионалы пиротехники, которые отберут лучших в полуфинал. Всего там соберутся 8 команд. Финалисты представят Россию на международном чемпионате фейерверков Ростех. Он пройдёт в следующем году в Сочи. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте. Как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова